Какова реальность введения военного положения вообще? Это пугалки или это всё-таки серьёзные намерения? Я думаю, что не такие уже и пугалки. Военное положение, вот что может стать причиной для введения военного положения? Думаю, что ситуация на Востоке, то есть военная ситуация, может быть в первую очередь всего лишь одним из поводов. То есть я бы считал естественным, если бы в случае активизации конфликта, то есть перехода его снова в горячую фазу, нарушение перемирия, речь шла бы только о введении военного положения исключительно на территорию какой-то Донецкой и Луганской областей, плюс частично территория, которая прилегает к этим областям, в силу военной необходимости. Но когда идёт речь о том, что мы введём военное положение по всей стране, тут, в общем-то, больше кажется, что это всего лишь обострение конфликта на Востоке Украины, это всего лишь повод решить какие-то другие задачи с помощью введения военного положения. Ну вот, допустим, проблемы мобилизации. Кацабу обвиняли в том, что он против мобилизации, но судя по сообщениям официальных лиц, вот тот же помощник президента Юрий Бирюков снова говорит о проблемах мобилизации, он первый на весь мир и на все кремлёвские СМИ раструбил о бегстве чуть ли не всей Западной Украины, то ли в Россию, то ли куда-то ещё, сёлами, там не знаю никого, что там бунтуют местные жители. Ну самое интересное, что сам Бирюков говорит, что таки в Россию бежит поселение Западной Украины, что как-то не связывается с антироссийскими настроениями и такой вот ненавистью по России. Военный прокурор выдаёт открытую информацию по уголовных делах, возбуждённых, как по части отказа выполнять распоряжение командований по поводу дезертиров и отказа от военной службы. Губернатор Харьковской области, вновь назначенный Игорь Рейнин, рассказывает о том, что только на 10% мобилизации выполнено на открытой пресс-конференции, и его цитируют российские СМИ после этого. И вот совершенно на днях, в пятницу, в субботу, опять-таки, Харьков оказался в центре СМИ российских, пророссийских в том, что на одно из больших предприятий не пустили вручать повестки, хотя собирались нескольким сотням человек вручить. Вот кто выдаёт такую информацию? Поэтому проблемы, если верить этой информации, то проблемы существуют, и чтобы решить вопросы мобилизации, может быть введено военное положение. Ну и только вопросы военной. Плюс бунты добровольческих батальонов, например. Вот вопрос, зачем создаётся объединённый координационный штаб добровольческих батальонов? Ну опять-таки, ну что такое координационный штаб добровольческих батальонов? А я не знаю. Координационный штаб, незаконный штаб, незаконных формирований, так получается? Ну часть одних законные, получается, легализованные. Ну это если они туда войдут. Ну, Семенченко, я так где-то видел информацию. Готовность выявил, подключиться к работе, да? Ну, да. Ну, посмотрим, будем наблюдать. Кроме того, социальные какие-то акции протеста. Могут быть подавлены с помощью введения военного положения. Да. То есть, огромное количество задач государство может решить, введя военное положение. Мобилизация ресурсов.